В 2014 году из 20 тысяч мы сделали выборку, порядка 2000 дворов обошли и по данной обработке 25% людей у нас топят углем. Просто топят углем и все. Это одно из публичных выступлений Александра Лбова. В должности заместителя министра он работал с 2008 года. 13 марта он был задержан и доставлен на допрос из рабочего кабинета. В самом министерстве сейчас всячески избегают общения с журналистами. Комментариев на самом деле нет никаких. На рабочем месте его нет. По поводу задержания комментариев никаких дать не могу. Не знаю. А с чем это связано? Как вы считаете? Вы видели в средствах массовой информации различные инсинуации, домыслы? Как вы к этому относитесь? Может ли быть это федеральная целевая программа о Байкале, о кружочной среде? Я не читал, что написано в средствах массовой информации. Мне пока нет, когда я на совещании нахожусь. Спасибо большое за интервью. В Бурятии правоохранители хранят молчание по поводу задержания Александра Лбова. Существует несколько версий его задержания. Об этом заявляет и официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Вог, но не упоминая фамилии фигуранта уголовного дела. По материалам МВД по Республике Бурятия и Управление ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в рамках расследования которого задержано должностное лицо одного из министерств Республики Бурятия. Мы будем следить за ходом расследования. Намсарай Намсараев, Жаргал Серандашиев, Надежда Хлыстова. Новости дня.